Город Красноармейск В последние несколько лет была вакантной. Дело в том, что предыдущий городской голова, мэр Красноармейск Каляшенко, оказался на скамье подсудимых из-за коррупционного скандала. И город фактически оставался без управления мэром последние несколько лет, а эту функцию выполнял секретарь городского совета. Сейчас она баллотируется в депутаты городского совета от оппозиционного блока, однако сама партия оппозиционный блок отозвала этих кандидатов. Дело в том, что внутри оппозиционного блока есть раскол между одним крылом и вторым. И если одно крыло представлено олигархом Байсаровым, владельцем шахты, то другое крыло представляет кандидат на пост мэра, как самовыдвиженец Трибушкин. Однако Трибушкин являлся членом партии регионов, а оппозиционный блок – это и есть суть партии регионов. Ожидается, что будут некоторые провокации здесь в Красноармейске, однако они не носят пока системный характер. И заседание комиссии, как сказал ее председатель, проходит достаточно эмоционально. И дальше мы с ним пообщались, и его прямая речь. Все проходит в экстремальном режиме. Мы опаздываем по срокам, но мы сейчас ждем и печатаются бюллетени. Надеемся, мы успеем в срок все изготовить. Участковые комиссии должны будут их сегодня получить. До восьми часов утра их проштамповать все печатями и просчитать заново. Скажите, почему от ОПО-блока исключили кандидатов в депутаты с бюллетеней? Это внутриполитические вопросы, на которые ответить мы не можем. То есть вы просто к сведению, да, это как вы приняли? Нет, у нас есть решение судов. В чем экстремальность, кроме того, что сейчас бюллетени эти печатают? Ну, потому что мы в сроки не успеваем. Мы должны это были сделать давно уже. Ну, мы нарушаем сроки, да, мы признаем это, но мы сделаем все от нас зависящее. Потому что в комиссии, например, я четвертый голова уже. Исполняю свои обязанности только три дня, если не ошибаюсь. Как вы думаете, за три дня устранить работу или выполнить работу, или устранить ошибки предыдущих трех, и еще и комиссии шменялись, правильно? Как вы думаете, возможно это? Очень трудно, но мы делаем все, что от нас зависит. На выборы идете? Конечно. А верите, что что-то изменить можно? Единственному человеку верим. Если он пройдет, то на его какая-то надежда есть. Остальным больше никому не верим. И не ходили голосовать. Это ради трехида пойду. Не агитируйся, сегодня день. А я не агитирую. Пойдем, пойдем. За какого-то кандидата. А вот Ляшенко, бывший мэр, вот как-то чувствовалось, что его нет вообще здесь? И что-то это мешало городу или... Ну, если честно, немножко чувствовалось. В каком смысле? Ляшенко хоть что-то сделал. Вот хоть площадь нам сделал. Мы его благодарим. Это не Байсаров? Ну, если даже и Байсаров, то все равно под руководством Ляшенко. А Гаврильчинска сколько было, ничего не сделала. Абсолютно. А скажите, вот эти выборы, как вы думаете, почему важно идти голосовать? Ну, надеемся. Да, надеемся на лучшее. Надеемся, что если тот кандидат, за которого мы все тут, вы, наверное, знаете, не будем агитировать, как последний день. Вы, наверное, знаете, за кого у нас в Краснодаре. Если тот кандидат пройдет, мы очень надеемся на то, что будет лучше у нас в городе. Очень. Поэтому не хотели идти, не хотели. Но если бы не... Это кандидатура, мы бы не пошли. А вот в территориальной комиссии здесь какие-то постоянно ссоры, что-то они там делят, как-то выводят кого-то, отводят. Вам что-то известно вообще о том, что там происходит? Ну, мы так глубоко не вникаем. Знаете, как наше уже, как говорится, дело такое стариковское. Глубоко так не вникаем. Ну, ясно, что все эти вот эти нюансы, все эти их перипетии, наверное, от того, что что-то... Одни хотят того, другие хотят того. Поэтому на этой почве, наверное, у них вот это все происходит. Так мы думаем. Вот молодежь часто говорят, не понимаем выборы, зачем это нужно. Что бы вы им сказали, чтобы вот те, кто имеют сейчас возможность проголосовать, идти голосовать или не идти, и почему идти? Ну, вы знаете, в этом году как-то и молодежь, ну, вот с кем, по крайней мере, мы общаемся, своими там детьми, внуками, по крайней мере, и молодежь как-то настроена на то, чтобы пойти, потому что есть какой-то идеал, есть какая-то вера. Я же говорю, уже не называя кандидата. А сколько здесь популярна ДНР в Красноармейске? Ничего она не популярна, по-моему. Это мое мнение, что ДНР никаких таких заслуг тут, никто их не... А они же были здесь, да, или их вообще? Я вот не помню. Я не знаю, я не видела, не общалась с ДНР. Если честно, мы так сильно в эту политику, во все то, что происходит в стране, если более молодые и прогрессивные люди не могут, наверное, разобраться во всем этом, что же оно произошло в стране, то мы со своим... Нам единственное, что хочется мира, чтобы не гибли наши дети, внуки, мы же за них переживаем, у нас же сердце болит. А вдруг детей заберут, а внуков заберут, а вдруг вот сюда придут. И вот это единственное, что хочется мира. Спасибо. 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 Спасибо.